Андрей Широков, Клупа Флэппроду Селитель. Здравствуйте, друзья. Давайте обсудим 5 ступеней развития терапии. Это будут следующие ступени, мы их с вами даже изобразим. Вот у нас первая ступенька, я тоже на ней был. Так, номер 1. Это у нас элементы, какие-то молекулы химические. Или, как правило, это лекарства химические, пусть это будут и витаминки какие-нибудь. Такое самое простое. Ну, не обязательно, я готов даже к этой ступени отнести и неорганические элементы. Они тоже продаются в аптеке. И это важно. Но, как правило, эта ступенька нехорошая, потому что это именно какие-то химические лекарства, которые блокируют, как правило, просто блокируют какие-то процессы, стимулируют их за счет своего ядовитого воздействия. И я тоже был на этой ступеньке, да, вот как болеешь, и там вот всякие цитрамоны, там аспирины. И практически ничего другого не было, хотя в нашем доме все-таки что-то немножко, там была какая-то вот фитотерапия. То есть, это будет ступенька номер два. Вообще, это изучает наука фармакогнозия. Я изучал это, вот провизоры изучают, аптекари. Но это различные экстрактивные препараты из натурального сырья, не обязательно только растительного происхождения. Из грибов у нас есть свечи грибные, препараты из крови, пантов, морала, животного происхождения. На самом деле, те же, та же пантопродукция, это просто поставка микроэлементов, особенно микроэлементов в такой концентрированной форме. И, ну, здесь нужно понимать, что, ну, если это как бы какие-то элементы, а это макро-микроэлементы вот в этом сырье, то это, конечно, можно сказать даже как питание. Но в основном здесь это тоже яды. Просто это яды вибрационно не вот, не как химические лекарства. Они не в пробирке сделаны, это яды, вот, которые дает как бы природа в натуральном виде. Но все равно это как и были голов, да. То есть это, там есть какие-то молекулы, которые являются все равно биологически активными, но они биологически что-то подавляют, стимулируют, и организм пытается это вывести, да. Реакция на валерьянку, это потому что валерьяна отравляет, а не просто она такая милая, так успокаивает. Я вам говорю, как краснодипломный специалист высшего фармацевтического института. И просто давайте взглянем правде в глаза, да. Но я активно работаю в своих программах вот по этой второй ступени. И, ну, отнесем хорошо все-таки там микро-макроэлементы, те же, как питающие, да. То есть у нас здесь будет вот как питание, это вот макро-микроэлементы, и как биологически именно активное воздействие. Это сюда можно отнести, кстати, и соки. В соках есть, конечно, и питающая часть, это фруктовые углеводы, микро-макроэлементы в ионной форме. А они нужны просто в растворенной ионной форме. Ну, и там в этих соках, вот фруктовых, там есть и биологически активные вещества, и они отравляющие вообще-то. Я вот сейчас выпил сегодня стаканчик гранатового сока, и потом подумал, ну, почти так даже как бы в голову ударило, как от вина. И это провоцирующее действие, как правило, стимулирующее чистку, да, угнетающее либо стимулирующее какие-то процессы, как там, ну, бывают такие препараты, как СД-2, это стимуляция вообще-то, да, либо вот экстракт валерьяны. Здесь тоже нужно быть осторожным, это не панацея, это не безобидно здесь. Есть вещество, здесь есть яд все-таки, как правило, да. Хорошо, переходим на третью ступеньку. Третья ступенька у нас будет, это работа по зонам, например, крайне высокими частотами. Это физико-химическое воздействие на человека, на его, как бы, на его поле. Сюда можно отнести и ультрафиолет, и какой-нибудь, это прямое воздействие. Вот в советских поликлиниках стояли в 80-х годах установки крайне высоких частот. Я использую аппарат крайне высоких частот, но в фоновом режиме, и не для того, чтобы именно бить по точке. А в основном, вот, просто били физиотерапия, да, то есть, вот, в результате которой сразу почки портились, там, кальций выпадал в осадок. Это лучше не делать. Это, ну, очень тоже хорошая ступенька, хотя здесь нет вещества, да. То есть, мы уже начинаем работать с полем электромагнитно. Мы работаем без вещества самого. Например, вот по точкам. Кстати, игла рефлексотерапия, да, можно отчасти сюда ее тоже отнести. Видите, это же как вставляется, это как антенна, получается, отражающая свою, как бы, свою волну. Прежде всего, кстати, крайне высоких частот, но и не только. Активная работа по точкам. Сейчас очень много различных таких аппаратов, или те же, там, катушки Мишина, от которых поле рвется у людей. В чем это так заметно? У некоторых, там, голова болит. Ну, вот, хочу посмотреть все реально, кто излечился от чего-то этими катушками. Говорили немного, а у меня у пациентов это не удалось. Потом все равно приходили ко мне. Это активная работа без вещества физико-химическим, вот, какими-то там аппаратами. Следующая ступенька, которой я еще пользуюсь и сейчас. Вот на этой ступеньке я работаю и сейчас с собой иногда, правда. Я работаю очень плотно. Это фоновое воздействие, когда идет, прежде всего, приготовление антидотов. То есть, информация берется. Вот это уже чисто гемеопатия. Берется информация и воздействуемо, ну, если это ганемановская гемеопатия, то там есть и в разведениях молекулы вещества могут быть, при оставаться. А есть гемеопатия, ну, назовем ее, там, электронная, да, фоновая гемеопатия. Я вот с этой работаю, совсем без вещества. Но в ганемановской гемеопатии там так мало этих молекул, что это чисто, да, как бы, просто там вот разные разведения. Чем выше разведения, тем практически там уже вы не найдете самого вещества. И тем препарат сильнее. Ну, вот у меня, как бы, ну, я работаю именно электронной гемеопатии в крайне высоких частотах. Например, беру информацию с самого сырья, с растительного, с химических каких-то, с лекарств можно брать, с самого человека. И получаю фоновый препарат. Переносим мы информацию на воду, вода держит, как жидкий кристалл. У нас все это разобрано подробно в роликах, просто напоминаю. И у меня, и я, и пациенты применяют, и у них есть отзывы. Они прекрасно видят, что это работает. Кто сразу, кто не сразу, вот один из последних отзывов, что человек начал пить с каких-то точек, ой, там сразу пошли поносы, например, да. То есть, вы пьете водичку, у вас просто от водички поносы есть, а вот от такой водички с информацией, они есть, например. Вы же понимаете, что что-то, значит, водичка изменилась, она несет какую-то информацию. Но это не просто водичка, там же есть макроэлементы, макро-микроэлементы. Она электролизована, она как жидкий кристалл работает. И она берет на себя на какое-то время волну, и какое-то время сохраняет ее. И изменяется кластерное строение в воде. И на самом деле, если вы взяли информацию с какого-то там яда, то такая вода, она по сути передает информацию, как вот эти, выстроиться молекулам воды, вот как вокруг этого яда. То есть, сделать его неактивным, водорастворимым. Вот эта уникальная возможность, которая помогает снять токсикоз и острое отравление практически просто за секунды. И я об этом рассказывал, как вот в этом году я спасал себя. Это мы учимся с вами, у меня все больше пациентов приобретают аппарат волновой терапии. Не мой, и я не особый там любитель тех людей, которые его продают. Но сама технология очень хорошая. Но я все время предупреждаю, что на хороших технологиях обязательно есть хвосты. Так? Если хотите узнать побольше, это уже в личном общении. Тоже не могу уже об этом говорить, слишком открыто. Потому что это все слишком близко идет с тем, что сейчас происходит той пандемии, которая есть. Там очень похожая технология. И там все не просто так. У вас должен быть проводник в эти... Не я, а пусть еще кто-то. Будьте здесь осторожнее. Потому что вот у нас есть еще пятая ступень. Пятая ступень, это будет метафизика, полярная медицина. Вот только что я записывал ролик о том, что идут повреждения электромагнитные на полевом уровне, на генном, по волновому геному и по оболочкам. И там вот эти ступеньки, они работают как продажи. И какое-то, может быть, чуть облегчение, но практически никак. Потому что там надо вот работать уже на пятой ступени. И этому тоже с вами обучаемся. Итак, повторим. Вот это первая ступень, это вот быть всякие лекарства. Такое самое простое. Ну, можем сюда отнести, может быть, что-то из положительного. Ну, пусть какой-нибудь там массажи какие-то известные нам, да. Там улучшить кровоснабжение. Но, как правило, здесь находятся всякие лекарства. И такая грубая ступень у нас, да. Ну, все-таки мы ее назовем такую, как вот химия. А вторая ступень это будет, ну, условно фитотерапия. Так приятно просто людям, да. Но на самом деле это сюда можно отнести, кстати, фруктовые соки, сокотерапия. И пусть сюда будут вот в соках микро-макроэлементы, минеральные воды, фруктовые углеводы, питание. А биологически активные вещества в тех же растениях, и они, да, и грибах, они уже воздействуют. Но это все-таки ступенька с химией, просто более натуральной. И я стараюсь, конечно, людей переводить вот с этого хотя бы вот сюда, да. Третья ступенька это физико-химическое воздействие. Можно даже сказать лучше физическое воздействие, такое так. И, ну, здесь, кстати, я вот активно не работаю на третьей ступеньке, иголки не ставлю. Стараюсь по точкам не бить. Ну, это уже как бы более все-таки ювелирная такая работа, чем загонять, как правило, какие-то экстракты. Особенно еще, как правило, в неправильной форме. То есть это отвары, где вода становится неживой. Неживой, биологическая активность резко снижается, элементы, молекулы воды, сами элементы изменяются вибрационно, становятся просто ксенобиотичны и ядовиты для нас. Хотя это сейчас тяжело доказать, но особо, как там видно, что там нет реальной эффективности, нет клеточного воздействия. Подбор, потенцирование, как бы, да, состав может быть очень даже хорошим. Но нужно составлять его из экстрактов. В идеале это экстракты, СО2 экстракты углекислотой. И это делают некоторые фирмы и в России. Вот я активно работаю именно с экстрактивными препаратами в нашей фитоаптеке. Итак, возвращаемся. Вот эта третья ступенька, это физические методы воздействия. Прямые аппаратные терапии. Я стараюсь вот сейчас с этим не работать, потому что есть именно фоновая работа вот этими же иногда аппаратами, да, то есть тем аппаратом, которым я пользуюсь. Можно бить по точке, я пробовал, ой, ничего хорошего, больше не хочется. А вот когда ты несколько секунд снимаешь информацию и через воду работаешь, там, либо через фон наклеиваешь на точку, тоже, кстати, насилуют вообще-то и отнимают силы, как терапия, да. Но намного мягче, намного ювелирнее. И наивысшая пока понятная мне ступенька, это метафизика. Ну, сюда некоторые это назовут духовной работой, хотя здесь то, что я описал, и то, с чем я вот работаю, это больше у меня одна, мой преподаватель по духовным практикам, она говорила, так это у тебя таблетка для полей. Вот как? Я говорю, ну она же работает, вы же видите. Да, она работает. А где здесь исправление, где здесь духовная работа? Ну, вот тут места нету, ну вот в меня, если ступеньку туда дальше продолжить, где я тут вещаю, там будет, видимо, шестая ступенька. Это будет уже ближе к работе именно. И я вот в этой пятой ступеньке, да, в этой таблетке для полей, ну, я стараюсь подбирать, не просто править именно поля, исправлять гены, но и подбирать вибрационный код, только не вот сам код, а я бы сказал так, установку. То есть, там бывает, это видно биолокационно, это можно смотреть, то есть, когда вы видите какой-то негатив, и как его можно исправить. Вот вы видите, что там, например, вот в такую-то секунду произошло повреждение пятой оболочки. И даете, например, туда установку, например, вселенная, там, вселенная, ты есть любовь, например, да, и видите, о, это исправляет. И повреждения бы не было. То есть, ваше качество, скажем так, нелюбви, оно привело к конечном итоге, на физическом уровне, к тому, что вы открыты, у вас есть уязвимость к такому воздействию. Я пока не вижу таких воздействий, чтобы они точно убивали и касались всех подряд. У меня вот того, с чем обращаются мои пациенты сейчас, обращаются, которые даже никогда не болели, у меня этого нету. Значит, все-таки можно быть устойчивым, так? Итак, это были пять ступеней, и это еще только, видите, мы еще будем продолжать идти дальше. Пожалуйста, не застревайте внизу, как я когда-то, да, развивайтесь, изучайте все, и выбирайте из них самое для вас эффективное. Но лучше всего, чтобы это было без вещества, без сильного угнетения и пылевой стабильности, потому что аппаратами можно просто забить человека и без вещества. И максимально не забывайте работать и с метафизикой, и с установками, с программным исцелением. Ну, это мы обсудим с вами в следующем, как-нибудь в других роликах. Андрей Широков, Клуб Эфри, Пару, Доцелитель. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok